МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский провел оперативное совещание. На завтра запланировано открытие детского сада в Бице. И завтра мы получаем право оперативного управления и заключение Роспотребнадзора. При поддержке торгово-промышленной палаты в Видном состоялся форум осознанного родительства. Отклик был очень большой. Мы очень рады, что очень много людей сегодня собралось. Как собираются отпраздновать Международный женский день в Видновском перинатальном центре. Рождаются в этот день мальчики. Я думаю, что специально, чтобы их было больше, и они больше поздравляли женщин. Во Дворце культуры в Видном прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители муниципальных управлений и служб доложили главе округа Алексею Спасскому об итогах своей работы за отчетный период и планах на ближайшее будущее. Еженедельное оперативное совещание глава Ленинского городского округа Алексей Спасский начал с поздравления с юбилеем руководителем местного отделения Ассоциации председателей Советов многоквартирных домов Людмилы Лернер. Затем слово предоставили директору единой дежурно-диспетчерской службы Вячеславу Прохорову. ЕДДС принято 518 обращений граждан из значимого 1 марта аварийное отключение электроснабжения деревни Калинка, Белютово и Горки, обрыв электропровода, и 2 марта аварийное отключение холодного водоснабжения поселка Ленинский, утечка на трассе. Обсудили также и воскресное происшествие на московском коксогазовом заводе. Предварительная причина, как и предыдущие, 18 февраля, когда бензольная колонна горела, нарушение технологического процесса производства, естественно, по ночи там сложно было, сегодня-завтра будем выезжать с лаборатории Московской области, главного управления, расследовать данные пожара. Руководители служб, отвечающих за благоустройство, отчитались о ходе уборки улиц от снега и наледи, а также заверили, что готовы к новым снегопадам, которые прогнозируют метеорологи в ближайшие две недели. С территории округа вывезено 5600 кубических метров снега, в том числе силами наемной техники. Отработано 134 ямы, общей квадратурой в 200 квадратных метров. Продолжаем заниматься устранением проблем с наледью и с прессованным снегом. В сфере образования культуры произошло и ожидается много значимых событий. Одним из ярких достижений недели стала победа библиотеки села Молоково и Дома культуры «Бревесник» в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими сельскими учреждениями культуры в 2023 году. На завтра запланировано открытие детского сада в Бице и завтра мы получаем и право оперативного управления и заключение Роспотребнадзора. Соответственно, ждем вас в 9 часов утра для того, чтобы открыть детский сад. Представитель регионального оператора сообщил, что в некоторых микрорайонах по-прежнему периодически фиксируются задержки с вывозом мусора. Глава муниципалитета призвал усилить работу в этом направлении. Нам надо в аварийном режиме отработать сегодня вывоз мусора. Абсолютно уверены, что рекоператор не доедет до всех площадок. Где-то объективно они будут там невозможен подъезд или запаркован. Где-то, вы видите, как едут дороги, машина просто не успеет обернуться. Поэтому, Лена Сергеевна, в ручном режиме каждый маршрут отработает. Также Алексей Спаский призвал представителей муниципальных служб быть на чеку накануне и в день 8 марта, чтобы ничто не омрачило жителям праздник. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. При поддержке торгово-промышленной палаты в Видном состоялся форум осознанного родительства. Подобное мероприятие в Ленинском городском округе прошло впервые и вызвало большой интерес. О чем говорили лекторы и какие советы по воспитанию детей получили участники, расскажет Юлия Погосян. Осознанное родительство. Организаторы форума вложили в этот термин умение осмысленно подходить к вопросу воспитания детей. Чему, зачем и как мамы и папы должны учить подрастающее поколение, чтобы развить в ребенке заложенные природой таланты, не навредить психическому здоровью, направить верной дорогой. На каждом этапе есть определенные моменты, на которых стоит сосредоточиться. Перед школой это на подготовке к школе. Как развить в ребенке самостоятельность, помимо того, что читать, писать, еще какие-то считать. В пятом классе о том уже, к какому вузу примерно мы готовимся. В девятом классе мы уже говорим о том, что у нас должна быть конкретная цель. И мы сегодня говорим, зачем мы изучаем языки, зачем мы изучаем математику, каким образом мы формируем какие-то контекстные, кросс-контекстные навыки. Такой форум, видно, прошел впервые. Мероприятие было организовано торгово-промышленной палатой Ленинского городского округа. В зале собрались представители педагогической сферы и родители учеников. Отклик был очень большой. Мы очень рады, что очень много людей сегодня собралось не только для Ленинского городского округа. Это очень важное событие. Поэтому я очень надеюсь, что мы будем дальше продолжать в таком формате и будем чаще встречаться в таком семейной обстановке, в семейном кругу. Многодетная мама Жанна Хигай от форума осталась в восторге. Говорит, многие вещи знала и раньше. Активно применяла их в процессе воспитания троих детей. Эта встреча лишь придала уверенности в своих действиях. Все-таки еще раз и еще раз нам дали понять, что воспитание и развитие полностью лежит на плечах родителей. И что мы ответственны за это. Несмотря на то, что и государство, и учебные учреждения помогают нам в этом. Тем не менее, какие-то направления, какие-то определенные занятия выбираем мы сами. В рамках форума у участников была возможность познакомиться с образовательными программами различных школьных и дошкольных учреждений и выбрать для своего ребенка новые интересные способы развития личности. Юлия Погосьян, Крилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Всего через пару дней все женщины будут отмечать 8 марта. Жительницы округа ждут этого праздника. В Видновском перинатальном центре тоже царит весеннее настроение. Как встречают этот день врачи и мамы, выясняла наш корреспондент Галина Житкова. Около 500 малышей ежемесячно появляются на свет в Видновском перинатальном центре. Пальма первенства все время переходит от мальчишек к девчонкам. Но в основном лидерство на стороне сильного пола. Даже в женский день врачи знают, каким сюрпризом готовиться. Рождаются в этот день мальчики большее количество, потому что я так думаю, что специально, чтобы их было больше, и они больше поздравляли женщин. И чтобы у женщин были подарки, а ни одна женщина не осталась без внимания в этот день. По давней традиции в женский праздник всегда дежурят мужчины, врачи, а в отделениях и на рабочих местах коллег-женщин будет много цветов. Улыбки, праздничное настроение – обязательные условия для хорошего настроения, самых красивых и любимых. Праздник 8 марта, он, конечно, ассоциирован с тюльпанами, с весной и всегда с хорошим настроением. Независимо от того, где мы работаем – в реанимации или где-то в интенсивной терапии, все равно настроение хорошее. Это настроение мы хотим передать нашим мамам, поэтому и мамам всем дарим цветы. Они должны почувствовать себя тоже и женщиной, что они не обделены вниманием. Елена Трифонова работает врачом-неонатологом уже больше 30 лет, заведующей отделением, где выхаживают хрустальных деток с экстремально низким весом, как никто другой знает, что в ее профессии праздников не бывает. Мы работаем круглосуточно, потому что люди болеют, к сожалению, круглосуточно, и деточки наши тоже болеют, и возле них надо стоять круглосуточно. У нас все врачи, все медицинские сестры, средний персонал, я считаю, что мы еще такие психологи, потому что работать с этой парой мама-ребенок нужно, конечно, иметь очень такую психологическую именно закалку, чтобы это выдержать все. Свой юбилейный 55-й день рождения доктор Трифонова отметила и с коллегами, которые давно стали ее второй семьей после переезда из Томска семь лет назад. Вместе празднуют и работают, передавая накопленный опыт от одного заведующего отделением к другому. Она приняла мою стафету, и сейчас она прекрасно работает уже семь лет на этом посту, и прекрасные результаты показываются. Наши дети, мало того, что мы научились выхаживать и маловесных, и тяжелых детей, и всякие бывают ситуации, но самое главное, что эти дети здоровы. Рождение ребенка – это трепетное событие. Врачи помогут не только справиться с этой важной миссией, но и подарят весеннее настроение в самый женский день. Галина Житкова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видно ТВ. Лауреат международных фестивалей и конкурсов, финалистка телевизионного проекта «Народный артист-3», исполнительница народных песен Марина Девятова дала мастер-класс в Видновской школе искусств. Несколько секретов вокального мастерства узнала и наш корреспондент Наталья Буслаева. В Видновской детской школе искусств регулярно проходят мастер-классы известных исполнителей и музыкантов. На этот раз секретами мастерства с юными артистами поделилась певица Марина Девятова. Я в данной ситуации больше как практик. Я желаю ребятам помочь именно с позиции сценического, наверное, какого-то исполнительского искусства. А уже все технические нюансы – это уж они за дверями классов будут сами решать со своими педагогами. На открытом уроке известная исполнительница отметила, что народная песня – это невероятно трудный жанр. И надо хорошо постараться, чтобы произвести впечатление на сцене. Девятилетняя Настя Павлова занимается на вокально-хоровом отделении по специальности «Сольное фольклорное пение». Также девочка учится играть на гуслях. Рассказывает, что во время мастер-класса получила ценные советы от певицы. Обычно, когда я выступаю на сцене, я обычно смотрю на первый и второй ряд. Поэтому, когда я сама смотрю на видео, когда мне мама показывает, то я вижу, что у меня полузакрыты глаза. А сегодня я смотрела на задний ряд и я сама почувствовала, что у меня глаза более открыты. Настя сидела, смотрела всех участников прослушивания и впитывала. Я вижу, что она впитывает, сидит, не отрываясь, смотрит, как другим даже замечания делает. Она смотрит и принимает на себя. На своем занятии Марина Девятова также напомнила, насколько важно музыкальное образование в жизни любого артиста. Но главное – постаралась передать ребятам свой сценический опыт. Ведь чаще всего юным певцам не хватает именно практики выступлений перед публикой. Одно дело – теория, да, и постановка, дыхание – это все-таки нюансы. А все-таки на сцену выходит артист. Мне очень хочется, чтобы на сцене были артисты, не просто вокалисты, а именно люди, ребята, которые могли бы именно и сценическое движение продемонстрировать, да, и какое-то элементарное общение с публикой. После окончания вокального урока все ребята могли сфотографироваться с певицей и получить автограф. Наталья Буслаева, Данила Свидерский, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...